МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что собрался строить в Балаклаве олигарх Ротенберг и сколько украли Тимур Иванов и компания на закупке паромов для Керченской переправы? Сегодня в эфире программы «Ваши деньги» и говорим про Крым, про новый налог на бездетность, про инфляцию и рекордные выплаты для контрактников. Я Сергей Мальнев, начинаем. Колоссальные потери российской армии на поле боя в Украине компенсировать путинской власти становится все сложнее и сложнее, а точнее, дороже и дороже. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе контрактникам единоразово выплачивают уже по 2 миллиона 200 тысяч рублей. Откуда берутся эти деньги? Понятно. Срезают с социальных статей бюджета, то есть забирают у вас ваши деньги и отправляют на войну. Но как долго это может продолжаться? И что будет делать Путин, когда закончатся? Либо желающие идти умирать за миллионы, либо сами миллионы. Разбираемся. Пропагандисты Кремля трубят на всех ресурсах о том, как Путин взял угледар. За взятие угледара командармы 29-й, 36-й, наверное, по Кутузову точно заслужили. Вот только на самом деле, все, что захватили россияне, это руины от украинского города. И даже для этого, так называемой второй армии мира, понадобилось два с половиной года продолжительных, неудачных попыток и, конечно же, множество мясных штурмов. Ведь от этой тактики российское командование не отказывается ни на одном направлении. Одно автомат закипел, другого, третьего, потроху закинчивается БК, а они лизут и лизут и лизут. Только за два месяца, май и июнь в этом году британская разведка насчитала в потерях Кремля 70 тысяч военных, ранеными и убитыми. Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России непрерывного пополнения передовых сил постоянным потоком новобранцев. Сам-то диктатор давно бы объявил новую мобилизацию. Но вот ее последствий Кремль не выдержит. Тогда набирали 300 тысяч людей, что привело к тому, что Россию на тот момент покинуло более 2,5 миллионов людей, мужчин, скажем, в трудоспособном возрасте для того, чтобы уберечься от этой мобилизации. Следующие такой попытки российский внутренний рынок просто не выдержит. Поэтому у россиян на сегодняшний момент остается в реальной действительности единственный путь. Это путь денежной или криптомобилизации. Хотя тут тоже ситуация крайне сложная. Колоссальные потери на поле боя диктатор практически не может компенсировать. А потому власти РФ вынуждены постоянно повышать выплаты военнослужащим, чтобы неустанно пополнять ряды пушечного мяса. Российские оппозиционеры уверяют, что этого недостаточно. И Кремлю придется прибегнуть к жестким мерам. Путин не может дальше вести войну без массовой мобилизации уже принудительной. Не за деньги, а за, как говорится, под угрозой, под страхом смерти, под угрозой расстрела. То есть это очень тяжелое будет для путинского режима мероприятие, поскольку армия устала, морально-политический такой дух в армии тяжелый. И мы видим, что потери, как утверждают те же самые военкоры и так далее, большие. Пока же ничего подобного Кремль не предпринимает. Есть сообщения, что всячески принуждают к подписанию контрактов призывников-срочников. Ну, если говорить о призывниках, то они же, в общем-то, люди достаточно бесправные, когда они оказываются в части, поэтому их можно принудить подписать контракт. И здесь мало, что они могут противопоставить тому, что требует командование. Если у командира есть какой-то план по набору количества контрактников, и, соответственно, у него есть призывники, он, естественно, будет... У него есть ресурсы для того, чтобы этот план выполнить. Но все же главный аргумент российской власти в вербовке пушечного мяса – деньги. Российские журналисты неоднократно писали о том, что у региональных властей есть планы по поставкам Путину новых партий оккупантов. В сети даже есть видео с совещанием, на котором военком Якутии хвалят за выполнение плана или сетуют на невыполнение показателей глав районов. Балданский УЛУС. Задание 176 человек, 36 человек у нас всего пока за вами числится. Ну, плюс-минус 2, там, 3 человека, которые, может, где-то не прошли, может, у вас чуть побольше. Так, Аймеконский. Аймеконский, у вас проблемы. 40 человек задания, 5 пока засчитано. Тоже усилие наращивайте. Очевидно, в отстающих регионах РФ Ханты-Мансийский автономный округ. Чтобы выполнить нормы местной власти, увеличили там единовременную выплату контрактников российской армии до 2 миллионов 200 тысяч рублей. А это 23 тысячи долларов. Там и так населения достаточно мало, поэтому, как бы, естественно, планы не выполняются, а за это очень здорово наказывают местную экономность. Выходит, что вместе с федеральной и муниципальной выплатами контрактники получают единовременно 2 миллиона 750 тысяч рублей, то есть 29 тысяч долларов, что является самой большой суммой по стране-агрессору. Сумма, о которой вы говорите, она состоит из двух частей. Та часть, которая касается российского бюджета, этих там 402-430 тысяч российских рублей, или, проще говоря, там чуть больше 4 тысяч долларов. Кремль уже запланировал в бюджете на три года почти миллиард долларов. Именно на единовременные выплаты при заключении контракта с Минобороны выходит, что денег должно хватить для набора 225 тысяч новых контрактников. Это ложится на федеральный бюджет. Но вот откуда берут деньги региональные власти, что повышают выплаты до миллионных сумм? С местных бюджетов эти суммы постоянно растут. В Санкт-Петербурге миллион двести доплачивают, в Москве миллион шестьсот. Оказывается, все это буквально вытягивают из карманов россиян и из социально важных проектов. Ну, это местные налоги. С этих местных налогов финансируются бюджетники, с этих местных налогов финансируются национальные программы, строительство дорог, газификация, ну, то есть, все то, что делается для территориальных обществ. И если вы тратите такие деньги на мобилизацию, естественно, вы резко уменьшаете затраты по другим статям. А значит, за деньги, заложенные на постройку больницы, школы, российские власти отправляют на убийство или на смерть в Украину самих россиян, лишая всех остальных элементарных прав на достойное лечение и образование. А далее подробности одного из самых громких коррупционных дел в современной путинской армии. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили еще одно обвинение. Речь в нем идет о растрате и хищении средств на закупке паромов для керченской переправы. Фигурирует сумма в более чем 3 миллиарда рублей. Подробности далее. Тимур Иванов, главный пижон российского Минобороны, любитель вечеринок и роскошного отдыха, остается на нарах. Более того, ему предъявили новое обвинение. Речь о двух эпизодах, связанных с растратами в особо крупном размере. Напомним, арест кошелька Шойгу потряс россиян в конце апреля этого года через несколько дней с поста был снят и Сергей Кужегетович. Но его силовики не тронули. В списке громких задержаний, которые прокатились в российском Минобороне, фамилия Шойгу так и не появилась. Иванов курировал все стройки российского Минобороны и даже так называемое возобновление новооккупированных российской армии украинских территорий. К уже имеющимся эпизодам следователи присоединили еще два десятилетней давности. Один из эпизодов связан с организацией растраты свыше трех миллиардов рублей. Банка Интеркоммерц путем перечисления на счет иностранных компаний Туринвестсервис Лимитед и Фромак Инвестмент Лимитед под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Второй с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Паромы, на которых, среди прочего, нажились Тимур и его команда это Лаврентий и Мария, которые до сих пор выполняют рейсы. Интересно, что папочка с расследованиями этих махинаций лежала у следователей с 2016 года. В 2018 был арестован бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Позже дело замяли и его отпустили. Но в апреле этого года снова задержали и возобновили расследование. Филатов тянуть не стал и слил бывшего шефа по полной. Считаем это очередное беспочвенное обвинение безобразным продолжением кампании, развернутое против Тимура Иванова. Мы узнали о существовании этого дела 2 октября, когда Тимуру Иванову было предъявлено обвинение. А уже сегодня защите сообщили, что следственные действия по уголовному делу окончены. Итого, 2,5 рабочих дня на защиту от сложносочиненного обвинения о событиях почти десятилетий давности. На наш взгляд, это беззаконие как по существу дела, так и с точки зрения процесса. Ему предъявили новое обвинение и тут же завершили любые следственные действия с тем, чтобы у обвиняемого и его адвокатов не было возможности заявить какие-то ходатайства, с тем, чтобы каким-то образом представить алиби, что-то там проверить и так далее. Ну, наверное, это такой процессуальный, не знаю, там, железобетон или какой-то цемент, который ему сейчас в его тазик, где его ноги стоят, заливают, с тем, чтобы его туда вот сбросить и чтобы он точно утонул в этом гулаге 21 века. Очень показательная история. Тимур и его команда очень много делали для этого режима, служили ему верой и правдой, финансировали зачастую абсолютно бесчеловечной незаконной схемы. Понятно, что он был одним из бенефициаров этой войны и на оккупированных территориях ими отмыто и похищено. Очень много миллиардов рублей они зарабатывали на этой войне, на подготовке войны, на самой войне. То есть здесь, конечно, в этом плане он не герой нашего романа, сочувствия к нему нет. Но с точки зрения, вот если мы абстрагируемся от эмоций и не будем относиться к нему как к соучастнику военных преступлений, а посмотрим на вот эту новость процессуальную, конечно, это грубейшее нарушение его права на защиту, потому что ему предъявляют обвинения в хищении миллиардов и тут же говорят, что все, 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 вот у вас есть какие-то ходатайства, новое следственное действие закончили, дело передается в суд. Значит, кому-то нужно закрепить каким-то длительным сроком лишения свободы Иванова с тем, чтобы он уже был осужденный и дальше вот на вот эту вот нить они будут новые бусинки с новыми эпизодами туда добавлять. По данным источникам ВЧК ОГПУ следствие вышло в новых эпизодах на новых фигурантов многомиллионных махинанций. В общей же сложности по подсчетам российских блогеров Тимур Иванов и его шеф Шойгу вывели из бюджета более триллиона рублей. Так что следователям есть куда копать. Инфляция в РФ набирает обороты и уже точно перевалила за 20%, считают экономисты. Все дорожает и этого невозможно скрывать, что и находит свое отражение в бюджете на следующий год. Лучше уже не будет никому, за исключением разве что работников сферы военно-промышленного комплекса, на которых денег по понятным причинам жалеть не будут. Всем остальным приготовиться еще ту же затянуть пояса. Анализируем бюджет далее. Военный бюджет на следующий год не радует никого. В первую очередь обычных граждан. Это супер проинфляционный бюджет, который целиком и полностью нацелен на продолжение войны, боевых действий, финансирование силовиков, ВПК, огромные выплаты на контрактников, на армию в целом. Финансирование национальной обороны повысили примерно на 25% до 13,5 триллионов рублей. Но это, по мнению экономистов, не поможет Путину выиграть в войне. Это ничего им не даст для создания какого-то решающего преимущества на фронте. Если его дисконтировать вот хотя бы на официальную инфляцию 8-9%, как мы сейчас видим, то это уже не 27, а 16. То есть, ты, я думаю, сам понимаешь, что это почти ничего. То есть, это тонким слоем размазать по самым разным статьям военного бюджета и закупки вооружений, и военной техники, и денежные довольствия, и снабжения, где надо гораздо больше денег. Реальная инфляция по самым скромным оценкам на сегодня составляет не менее 20%. По сути, военка просто пытается догнать обесценивание денег. Можно посмотреть даже у фондинга «Амир», который анализирует эти чеки в режиме реального времени. У них инфляция 22% на товары «Фаст Моэль Консюмер Гурс». Это все нам говорит о чем? Что у них нет возможностей для резкого увеличения военных расходов. Им надо было минимум на триллионов 5-6 увеличивать расходы, чтобы вот прям сказать, видите, вот у нас достаточно ресурсов. В ВПК будут закидывать все свободные деньги, в том числе и из фонда национального благосостояния, а это означает очередной разгон инфляции. Огромная накачка необеспеченной денежной массой, которая не покрыта ни товарным производством, ни производственными мощностями, ни поставками импортных товаров. То есть это просто такое надувание дальнейшей денежной массы инфляционного характера, который, конечно, будет регулярно инфляцию, и это неизбежно приведет и к разгону цен. Цены на товары и услуги уже третий год растут буквально каждую неделю. Номинальное повышение зарплат не помогает, инфляция гораздо выше, и в следующем году она существенно вырастет. Огромный бюджетный сектор, где заняты десятки миллионов человек, он сейчас оказывается в этой яме, когда у бюджета нет денег, чтобы индексировать бюджетникам зарплаты в соответствии с хотя бы минимальной, вот даже официально фиксируемой инфляцией. Я уже не говорю про вот эти 22 процента. Этот год, это скорее всего 21-23. Вероятность выхода за инфляцию в следующем году я по товарным единицам говорю, за 35 процентов она достаточно высока. Накопленный с начала вторжения дефицит бюджета никуда не делся, и он ударит по россиянам в любом случае. Накопленный дефицит бюджета видимо в следующем году уже составит порядка, ну если с учетом прошлого года, этого года, и соответственно следующий, я думаю, накопленный дефицит бюджета будет в районе 7-8 триллионов. Насколько это критично, я бы сказал бы так, что это уже серьезный шаг к разгону инфляции. Деньги на старые долги и покрытие финансирования вторжения будут собирать отовсюду, где только смогут. Россиян в очередной раз будут обворовывать через повышение налогов. Где-то властям нужно раздобыть 7-8 триллионов на продолжение военной авантюры, на игры в гениальные многоходовочки, в геополитику, вот в эту трехдневную победоносную. То есть это огромная сумма, из которой, я думаю, где-то 3 триллиона рублей планируется изъять из кроманов населения и бизнеса через вот это повышение налогов, которые подписал Путин в его правительство. Остальные 4-4,5 триллиона добирать будут за счет общего разгона цен инфляции. Но там, где для обычных людей нищета, для других возможности. Лидеры российского военно-промышленного комплекса, такие как Чемезов, и дальше будут осваивать бюджет, не забывая урвать и свой кусок пирога. Те же военные бюджеты, попросту говоря, распределяются между старыми лидерами. И так планируют делать еще как минимум несколько лет. 25-26, наверное, еще 27-й год это все будут высокие расходы на все, что касается ВПК. Даже если прямо сейчас закончатся активные боевые действия, по мнению экономистов, лидеры ВПК продолжат получать баснословные бюджеты на так называемую оборону еще не один год. Когда закончится горячая фаза, еще год два как минимум расходы на оборону вряд ли будут снижаться. Реальная картина будущего это повышение цен, повышение налогов, долговая яма и необоснованные надежды у путинистов на что-то хорошее. повышение по всем фронтам всех поборов и ЖКХ 12-15% и тарифы на газ, которые уже тоже повысили в этом году на 11% и еще будут повышать цены на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, поборы за капитальный ремонт, платоны, утилизационные сборы. Эти деньги сгорят на войне или осядут у коррупционеров, если сами россияне не решат, что с них хватит. То ли в поисках денег на войну, то ли в стремлении заставить российских баб рожать больше, опять же для войны, у Путина разработали законопроект о налоге на бездетность. Согласно ему, в качестве мер по борьбе с демографическим кризисом к подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство 5%, а на имущество 0,5%. К чему все это и когда заработают новые правила? Смотрим. Новшество в российском законодательстве в Госдуме работают над введением нового налога на бездетность. Мы сегодня понимаем, что если мы ввести налог на бездетность, мы вполне это деньги тех, кто не хочет, я извиняюсь, иметь детей, пустить на тех детей, которые еще ни у нас что остались без родителей. И, наверное, это правильно. Если они сами не хотят на своих детей тратиться, пускай потратятся на тех детей, которые, к сожалению, остались без родителей. Над инициативой уже работают профильные ведомства, которые предоставили в вариант нового закона. У нас полтора года длилось исследование. Мы летом опубликовали заключительный отчет. Изучался и набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радужной демографической обстановке. Налог на бездетных среди 15 рассмотренных нами мер лидирует. В тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали, это почти 1,5 прироста на тысячу населения. Это очень много. Мы моделировали женщины 25, мужчины 23 плюс 3 процентов подоходный, плюс полпроцента к налогу на имущество, плюс 5 процентов к налогу на наследство. Не можете сами родить, усыновляйте. На сегодняшний момент есть очень негативная реакция по поводу этих инноваций. Я хочу напомнить, что в 1941 году был введен налог на бездетность в размере 5-6 процентов от дохода гражданина. И он просуществовал достаточно долго. В реальной действительности он не дал ничего. То есть с точки зрения появления мотивации рождения ребенка он не сыграл своей заявленной цели. Дело в том, что тут вопрос быстрее не в деньгах, а быстрее вопрос в мировоззрении и подходах к формированию семьи. Ну кто же реально в России анализирует ту эффективность? Вот, например, в Госдуме уже несколько месяцев работают над запретом абортов. Победа над фашизмом в специальной военной операции невозможна без победы над фашизмом внутри. Аборты по желанию это убийство невиновного человека по причине неудобства, несостоятельности. Идеи просто одна, бредовей другой. В прошлом месяце появился закон о запрете пропаганды child free. Тогда надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду. И при этом при всем людей обяжут отчитываться о своем репродуктивном здоровье перед работодателями. Мы предусмотрели в программе с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими. И все это, конечно, вместо того, чтобы принимать меры, которые реально могут повысить рождаемость, например, поднимать уровень жизни где-то кроме Москвы и Питера. Когда мы говорим об отдаленных регионах, там очень большое значение имеет финансовый ресурс. То есть воспитать, выходить, скажем так, вырастить ребенка это достаточно большие деньги. Чем дальше от центральных регионов Российской Федерации, тем меньше заработки, тем больше затраты на выживание, тем сложнее заработать деньги, тем меньше рабочих мест. Поэтому все эти вещи, они как бы и приводят к тому, что в России достаточно низкий уровень рождаемости. Или прекратить убивать детородное население, засылая пушечным мясом на войну в Украину. Кроме всего прочего, в России за последние годы в связи с войной, которую она ведет в Украине, достаточно большая миграция. Собственно, почему на сегодняшний момент российское руководство так осторожно относится к вопросам мобилизации, потому что частичная мобилизация в 1922 году показала, что при мобилизации 300 тысяч человек 2,5 миллиона покинули Российскую Федерацию, спасаясь от этой мобилизации. Гарантированно, российский рынок труда точно не выдержит следующей такой волны. Поэтому как бы в этой ситуации вопросы демографии должны решаться другим путем и точно не введением налога на бездельность. Вместо этого на пропагандистском ТВ уже приняли как данность всеидиотские законодательные инициативы и спорят только о том, какой закон принимать первым. Мне кажется, нас постоят перед этим выбором. И поэтому выбирая между запретом абортов и налогом на бездельность, я выбираю налог на бездельность. Да и кто знает, реально ли деньги с новых налогов пойдут на улучшение демографии, когда более половины российского бюджета тратится на войну. В Крыму путинские друзья Ротенберги продолжают загребать имущество и цементироваться, будто полуостров оккупирован российской армией навечно, а не временно. Среди прочего бизнес-партнеры диктатора по беспределу прибрали к рукам Балаклавскую бухту. Пока еще не всю, но самые интересные перспективные объекты уже под их контролем. Зачем Балаклава понадобилась олигархам, спонсорам режима? Показываем. Балаклава. Живописная бухта в оккупированном Крыму. На берегу строительные краны. Кто захватил этот райский уголок? Здесь оборудуют современные причалы, сделают и отдельные для рыбопромысловых судов. Для этого строители начнут работать уже в 2022 году. Проект прошел экспертизу, объем финансирования почти 9,5 миллиардов рублей. Получаются важные туристические точки, а именно музей подводных лодок, а также пляж Василий в частности, стал менее доступен. Теперь эта набережная не для простых севастопольцев. Здесь строят яхтеную марину, то есть стоянку для элитных судов, еще раз за 9,5 миллиардов рублей. Еще в 2018 году Путин поручил построить яхтенную гавань в Балаклавской бухте. Вот это живописное место. Тут собираются сделать 600 мест для роскошных судов и окружить их шикарным променадом и дорогой недвижимостью. И все это на месте, где раньше отдыхали обычные люди. Здесь не дешево. Балаклава и дешево это вообще что-то параллельное, никогда не пересекающееся. Сейчас вам назову порядок цен. В среднем цены стартуют из жестных участков от 500 тысяч рублей за одну сотку. От 500 тысяч рублей. И кто же получил этот лакомый кусок? Аркадий Ротенберг, друг детства Путина и мультимиллиардер. Служу России и нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. За последние полтора года братья Аркадий и Борис Ротенберг завладели в Балаклавской бухте как минимум 10 участками земли. Выяснила верстка. И методы Ротенбергов просто поражают своей наглостью и цинизмом. Но возникло маленькое препятствие. У этих земель уже были собственники, местные жители и украинские бизнесмены. Но Ротенбергов это, конечно, не остановило. С помощью чиновников и силовиков местных жителей и даже украинских собственников буквально выдавились их земли. Участки украинских бизнесменов Ротенберги купили на российских госаукционах. А недвижимостью местных предпринимателей они завладели с помощью чиновников и силовиков, которые заваливают местных собственников судебными исками, ссылаясь на нарушение законов Украины и ее Конституцию. Вдумайтесь, российские чиновники ссылаются на законы Украины, чтобы отобрать землю у крымчан и передать ее в руки нужных людей. А заодно еще возбудили уголовные дела против сотрудников российской кадастровой службы, которая отказывалась удалять из реестра настоящих владельцев участков. И среди приобретенных объектов оказались настоящие исторические жемчужины. Например, охотничий домик князя Юсупова на Таврической набережной. Правительство Севастополя добилось расторжения договора аренды земельного участка под домом Пляса в мае 2023 года. Власти выиграли дело в арбитражном суде Центрального округа. Заказчиком работ по демонтажу объекта выступило госучреждение парки и сквера исполнителем компании Мостотрест, которая занимается обустройством яхтенной марины в Балаклаве. Снести здание ранее должен был его владелец киевский предприниматель Алексей Пляс, но он не исполнил решение суда и право демонтажа получило правительство Севастополя. При этом Ротенберги уже владеют в оккупированном Крыму многими объектами, которые приобрели по просто смехотворным ценам. Санатории Айпетри, Мисхор и Дюльбер были приобретены летом 2018 года за полтора миллиарда рублей. В сделку также вошли земля санатория морской прибои и участок со зданием дачи Мисхор, в которой был открыт отель дачи Рахманинов. Полтора миллиарда рублей за три санатория и землю под ними это даже не копейки по меркам рынка недвижимости захваченного Крыма. Это просто подарок. Сейчас санаторий Ротенберга зарабатывают на госзаказе. Здесь отдыхают чиновники и льготники из российских регионов. За три года три объекта заработали на госзакупках 250 миллионов рублей. 250 миллионов за три года. Неплохая прибыль как для санаториев купленных за бесценок. Но и на этом аппетиты друзей Путина не заканчиваются. Мне здесь в принципе много что нравится. В Крыму допустим есть такое с Сарыч и там очень нравится. На мысе Сарыч в популярном ранее месте для простых туристов теперь строится огромный осовняк в несколько этажей площадью около полутора тысяч квадратных метров. И чей же этот дом в уникальном месте? Все указывает конечно же на Ротенберга. По данным Росреестра участок в 2018 году приобрели компании конечным бенефициарам которых может быть Ротенберг. Связанные с ним компании освоили на госконтрактах в Крыму сумму равную четверти всей федеральной программы по развитию Крыма стоимостью в 1 триллион 300 миллиардов рублей. Но это капля в море по сравнению с тем что еще так сказать предстоит освоить им в оккупированном Крыму если только Путина не остановить. Ведь тогда общее достояние будет и дальше становиться частной собственностью избранных а законы будут переписываться в угоду сильным мира сего в то время как простые люди конечно же остаются с носом. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас в эфире еженедельно по вторникам в 18.00 только на телеканале Фрида. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok